В Доме молодежи прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Для участников провели быстрые собеседования, рассказали о вакансиях, сделали мастер-классы с ведущими работодателями региона. В будущих студентов познакомились с региональными вузами и колледжами, а также мерами господдержки предпринимательства. На Всероссийской ярмарке трудоустройства каждый мог найти что-то по душе. Кроме того, участники могли познакомиться с теми или иными профессиями, пройти мастер-классы и выбрать себе университет. На ярмарке стартует проект по кадрам и туризму, кадров и стамбов. Благодаря активной господдержке студенты создают и изобретают новые технологии. О таких технологиях рассказали студенты ТГТУ. Мы занимаемся разработкой различных наноструктур и внедряем их в привычный нам материал для улучшения их физических свойств. К примеру, у нас есть наноматериал, углеродные нанотрубки, которые мы синтезировали на нашей кафедре. Кстати сказать, на нашей кафедре первой в России был разработан реактор по синтезу такого материала. Мы взяли этот материал и добавим их в бетон. И он улучшает свойства бетона, становится прочнее, становится устойчив к перепадам температур и вообще по характеристикам сильно выгоднее, чем обычный бетон. Наша кафедра занимается активной наукой. Сейчас занимаются биоуглями. Что такое биоуголь? Это 100% натуральная технология, которая является зеленой технологией, то есть он полностью безопасен для нашей природы. Например, производит масло, остается очень много шелухи и из нее можно создать сагменты, которые могут помогать нашей природе очищать воду. Кроме того, гостям предлагали присоединиться к работе в волонтерских организациях. Особое внимание уделили отделению «Молодая гвардия Единой России». Ее активисты рассказали про участие в гуманитарных миссиях, помощь военнослужащим и их семьям и донорством. Сегодня в рамках ярмарки вакансий «Молодая гвардия» представляет свой стенд в Доме молодежи. Здесь представлены фотографии, на которых, в принципе, изображена наша ключевая деятельность. Это волонтерские миссии, новые регионы, также донорство и иные акции добровольчества. Топ-новости продолжают следить новостями и событиями. Оставайтесь с нами.